Новое назначение в администрации президента в Министерствах информации и сельского хозяйства. Кадровое укрепление по важным направлениям состоялось сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко назначил заместителя президентской администрации. Стал бывший министр информации Игорь Луцкий. Он будет курировать социальную сферу, информационную работу и идеологию. На его место пришел Владимир Перцов, который прежде занимал должность директора белорусского представительства в межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Идет информационная война. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния. И, конечно, каждого человека сейчас, который будет заниматься этим, ну, буду говорить, противодействием, ну, их немного, но подбираем уже, выкристаллизовывая из общества, из, наверное, тысяч человек одного. Что касается вас, Владимир Борисович, ну, я очень хорошо вас знаю, наблюдаю за вами лично. Рассматривали на разные должности. Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежье. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика, скажу откровенно. Вы молодой человек, все еще впереди. И я очень хочу, чтобы у вас в этой должности члена правительства получилось. Не просто было найти в администрацию президента человека, который бы занимался организацией этого процесса. Как человек надежный, идеологический, выверенный, выдержанный, тут у меня сомнения нет. Как организатор, ну, вы все-таки были причастны к этому. Вы видели с позиции администрации, президента на других должностях эту работу. Вам, обоим, предстоит организовывать этот процесс. Вы, как человек, поработавший в Мининформе, можете многое посоветовать, подсказать. И где-то, может быть, и подключиться к каким-то вопросам. Без этого нельзя. А Владимир Борисович, как сильнейший у нас один из ведущих политологов и журналистов и политиков, может подставить пришел в любое время в этой организационной структуре. Общаясь с журналистами, новый министр информации заметил, работа ведомства и всех его структур будет приведена в соответствии. Информационная повестка меняется одномоментно, и это необходимо учитывать в своей работе. Большое внимание предстоит уделить также всему медиаландшафту нашей страны. Сейчас у нас свободные вещания и российских, и украинских, и западных. СМИ при этом ни YouTube, ни другие платформы в Беларуси не перекрываются, не редактируются, не ограничивается доступ к контенту в соцсетях. В нашем медиаландшафте, это еще предстоит доподлинно изучить, есть достаточно большая доля контента, который сформирован непроизводителями Республики Беларусь. Соответственно, повестку дня, настроение людей формирует в том числе и иностранные вещатели, контент-производители, и неважно, какой это контент информационный, развлекательный, художественные сериалы или какие-то еще программы. Мы будем в равной степени демократичны, как лидирующие демократические государства. Вот какие правила они разработали и применяют у себя, вы их прекрасно знаете. Такие же, наверное, мы должны изучить и применять у себя, потому что время заставляет. Президент согласовал в рабочем порядке и первого заместителя министра информации, это Андрей Кунцевич, бывший замглавы администрации президента. У Александра Лукашенко и два новых помощника в Минской и Гомельской областях. Это Александр Бутырев, бывший председатель Горецкого райисполкома, и Николай Рогащук, экс-зам предминского облсполкома. Им предстоит заняться экономическими и кадровыми вопросами в регионах. Должности непростые, хоть у вас и опыт приличный. Ситуация непростая в плане того, что нам пытаются сейчас все больше подсунуть экономических проблем в стране. А вам придется заниматься, прежде всего, конечно, кадрами, видеть в этой ситуации, кого нам поддерживать, выдвигать, задвигать. И второе дело – экономика. Ну, как в советские времена говорили, будет экономика, и кадры будут хорошо работать. А если нет экономики, как ты там не упирайся, не работай, толку мало. Ну и это око государево, как в народе говорят. Вы лицо президента, вы должны видеть моими глазами то, что происходит. Не бояться то, что можно поправить нельзя, значит, надо докладывать главе администрации. Я полагаю, что у вас система выработана информационного обмена с помощниками. Ну, это шупальца наши на местах. Вы должны быть объективными, ни в коем случае не подстраиваться там под кого-то ради того, чтобы иметь добрые отношения. Подстраиваться можно тогда, когда это все нацелено на результат. Если результат, прежде всего, экономический будет хороший, ну, тогда надо и объединяться, и подстраиваться, и людей объединять, и кадры подбирать в этом плане. Глава государства также согласовал назначение Игоря Брыло первым заместителем министра в Минсельхозпроде, а заместителем Алексея Богданова. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства. Алексея Гуйду, начальником главного управления кадровой политики администрации президента. Марину Костюченко и Веронику Гудкову, членами Гомельского облсполкома.